Креса тоже. Красивый. Второй конец. Красивый. 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 Как черепашки, тут дела. Все. Со мной на речке. Все. Заеду за вами. Опа. А это не шучу. Ты купаться будешь? Да не купайся, плаваю. Замучили этим купанием уже. Сами всю жизнь прокупались. Не знаете, что было плавно. Ты меня достаете прям. Ты меня достаете прям. Не доставайся. Тоже говорят, не купаюсь. Да? Нет, я плаваю, я не купаюсь. Еще раз говорю. Не надо меня все время этим купанием. Плаешься, плаешься. Плаешься. Это где она? На улице. За Гоголя. Немного. И вот эти вот новые дома. Вот там идет. Ковш заканчивается. Я туда плыву, потом туда-туда и обратно еще. Ковш. ПЕСНЯ И все исполняй сокровища благих, и жизни подателю, иди в сели сявны, и очистины от всяких сверны, и спаси благое души наше. Отец наш Небесный, волен Тебя, именем Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, пребудь с нами, благослови наше собрание, Господи. Господи, научи нас быть достойными сынами и дочерями Твоими, поистине, не только под названием христиан. Господи, прости наши согрешения, научи нас возлюбить Тебя, как должно, и научи ближнего своего любить, и себя любить, Господи. И себя-то не любим, как должно, потому и уклоняемся от истины, не пребываем в страхе Твоем, Господи. Теперь слава восстылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки, веков. Аминь. Кто делал украшения, разберите, потом. Цветочки? Лена Политыкина, постараюсь на сегодняшнее чтение. Слава Богу. Второе колесо. Ну, знаете, батюшка, пока слушай, молитесь все. Батюшка, 12-го числа прилетит, кто не знает. Поэтому молитесь. Так. Это не хочет, скажи, красненько. Так. Ты как певец, который на первую сцену вышел, вот так, на концерте и так. Концерт вести вот так. Я поклонился. Ноты поправился. А, у нас вторая Коринфянам. Я думаю, что такое, не могу понять. Вторая Коринфянам. Вторая? Да, вторая Коринфянам, послание апостола Павла. Первая глава. Послание, второе. Второе. Второе послание. У нас не забалуешь. Вторая. Вторая глава, скажем? Вторая послание. А, вторая послание. Не, не о том думаю. Просто первая и вторая главы будут затронуты у нас. Двадцать первая, двадцать вторая. А, ну, немного. Немного. Итак. Двадцать первой, двадцать второй стихи. Такой перекоп идет у нас. Библейский. Утверждающий же нас с вами во Христе. Утверждающий. И помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Тут сплошной Ветхий Завет. Сплошной. Все это было когда-то у пророков, отдельных людей. И залог Духа Господь давал. Даже этому. К Саулу дал. И он начал пророчествовать. Почему? Дух Святой снишел на него. И еще снисходил несколько раз. И злой Дух присутствовал в человеке одновременно. И еще и Ветхий Завет. То есть, исполнение заповедей было никакое. Но Господь постоянно показывал, как будет дальше. А теперь массово Господь сделал свою Церковь. И Дух Святой. Но Дух дышит где хочет. У каждого, конечно, дарование Господь дает. Померяет этого веры. Но Церковь, она вся наполнена такими людьми, которые Господь сам помазал на Царство. Почему? Выберет Цари. То есть, обретем Царство Небесное. А кто в Царстве? Цари. Ну вот. Царство на священство. Да, да, это дальше. Да, это духовное уже. Толкование. Сказав выше, что Бог исполнит обетование, теперь подтверждает это. Да, кстати, евреи, они же знали, что обетование будут. Почему именно новый гроб, помните? Христа положили, Иосифа Аримафейского, в новый гроб. Почему? Старый заполнился, а Иосиф уже старый человек. И он в Синедрионе, то есть, он знаменитый в народе еврейском, и поэтому высекли для него новый гроб. Пещеру. Вот такая комната, низкая. И пеналы, по бокам пеналы, пеналы такие, ну, чтобы человек мог войти. Пеленали хорошенько, запеленывали человека. Тогда толстых мало было, все такие худенькие, ну, мы бы ходили, потому что там гористая местность. Ну, и вообще, они же евреи, они пережирать было это, тем более свиним они ели, они ничего такого жирного. И вот эти пеналы закладывали людей, они там лежали вот в этих гробах. А что они лежали-то? Зачем так делали-то? Сложно все. Для того, чтобы, когда придет Бог, незатруднительно было ему, ну, так, ну, сделать что-то какое-то, что, как он сделает, не знаю. И человек восстал. Не надо его там пищинки искать, какие-то где-то порошинки. Все, евреи за этим следили. У нас проще теперь. Мы Слово Божие знаем, верим в это. Прах ты и впрах возвратишься. А индусы, такое впечатление, как будто они быстрее нас, Царство Небесное, хотят прибежать. Они вообще жгут просто сразу, и все, человека. А мы-то, видите, как аккуратно положили, не трогая, чтобы он там сам с землей сросся. Червячки там, все букашки как надо. И все, и ничего не осталось. Ну, остается. Остаются черепа, остаются какие-то кости. А святые лежат уже тысячелетия. И, ну, не как живые, конечно. Ну, прям персты, покрытые кожей, бороды, волосы. Ну, что сказать. Что-то в этом есть. А мы верим, что есть, да? А души, а души, как говорится в книге Третьей Ездры, в седьмой главе, не помню точно какой стих, ну, где-то там сотый. И там написано, души в хранилищах Божьих. То есть, Господь хранит души. Да, одни ближе к Богу, другие дальше, которые будут. Ну, короче говоря, никто никого не предупредит. Все в свое время будут на суде и разойдутся в два направления. Третьего не будет. Как придумали католики, что там будет чистилище. Люди там идут, идут, как бы на высокую гору поднимаются. Кто-то падает в ад, а другие, кто доходит, они в небеса. Ну, это почему? Ну, здесь человек жил неправильно. А богатый был многим помогут, там, многие от него питались. И ясно, что как-то провести надо. Ну, так проводили. А сейчас праведники где находятся? Помолить Господу Богу, Лена. Нет, у меня вопросы часто, это людям интересно. Вот ты сказал, души в хранилищах, вот сейчас конкретно. Людям знаешь, сколько много всего интересного? Ну, ты ответь на вопрос. Ты сказал, души в хранилищах, ответь сейчас, где души святых людей находятся? За апостолов, например. Лена, я от тебя столько получаю, но я не примену сказать. Молись сама, загляни в Библию и найди, где сейчас праведники. Где апостолы, где апостол Петр, Павел, найди сама давай. Где? Жития святых почитай. До сих пор считают, что души находятся вот именно в хранилищах. Вот именно все секреты. Давайте мы вернемся к тексту, к кореньшинам. Он в один слово вопрос ответил, и все, столько лишнего разговора. Зачем? Ну, а тебе скажи. Хорошо, что ты знаешь. Он тебя отправил к Библии. Скажи, почитаю, все. И закончим диспут. Диспут. Никто. Кто говорит, что вы и я, учитель ваш, твердо стоим в вере во Христа, дал Бог, Бог, который и помазал нас, и запечатлел, то есть сделал пророками, царями и священниками. Ибо таков всякий крещеный. Он пророк, как видящий то, от чего не видел глаз и не слышал уха. Он священник, как долженствует приносить себя в жертву живую, в святую, благоугодную Богу. Он царь, как сын царя Бога и наследник будущего царствия. И как ныне царствующий над неуместными помыслами и поставленный выше всего в мире. Вот так, то есть пророк помазанный, священник первенствующий и царь. Царь, ну понятно. Как в древности священники и цари помазывались илеем, так ныне мы помазаны духом, когда Бог дал залог духа сердца наших. Если же дал залог, то, конечно, даст все. А залогом называет подаваемое ныне дарование духа, ибо разумеем отчасти и пророчествуем отчасти, а совершенное получим там, тогда, когда явится Христос в славе своей. Итак, не думайте, что мы обещаем, чтобы нам не показаться лжецами, ибо не мы утверждаем вас, но Бог и обещает, и утверждает, как меня, так и вас. Ибо Он сам исполнит все. Посему и разумею, что Бог, делающий то и иное, сам исполнит свои обетования. Ну и все, и дальше идем. 23 стих. Бога призываю вас, свидетелей, на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Каринф. Так, толкование. Выше сказал, что не пришел к ним, потому что не имеет власти над собой, и не был допущен духом. Почему-то святой не подставляют. Духом святым не был допущен. Как же теперь, говорит, что не пришел, щадя их, потому что или это самое случилось по воле духа, то есть дух внушил ему мысль не ходить, чтобы пощадить их. Или сначала воспрещал ему дух, а потом он и сам рассудив, что это лучше, остался. Ну или осознав, помолился, и ему открылось, что не надо. Заметь мудрость апостола. Тогда, как говорили, ты потому не пришел, что, кажется, возненавидел нас, то утверждают противное, я потому не пришел, что щижу вас. Так, говорит, потому что некоторые между ними были согрешившие и не покаявшиеся, которых он наказал бы, если бы пришедший нашел их неисправившимися. Итак, остался, чтобы прийти уже тогда, когда исправится и не иметь повода к наказанию. Ну вот хорошо, что у нас нету апостола Павла, есть милостивый батюшка наш, и он наказывает, ну, не строго, видя наши какие-то добрые дела, что-то, или Господь ему дает такие действия, так, а так бы было, апостол Павла, пришел бы нам и сказал, так, ты, 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 заболели, и все, болеем, ай-яй-яй, плохо-плохо. Наказание. Как он наказывал? Он говорит, прийти как с жезлом или с палицей, то есть с жезлом, как пастырь, или с палицей, то есть палкой для битья. Как к вам прийти? А потом сразу начинает говорить, братья, вы мои братья, возлюбленные Христом, и все. И они думают, так, надо исправляться. И исправился даже блудник. Толкование, а, 24 стих. Не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы поспешистуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Вот так. А почему тверды? Потому что исправились. Исправились, и ему надо было их наказывать. Вот смысл-то все. Толкование небольшое. Так как сказанное отзывалось властью, ибо щадить других может тот, кто имеет власть, наказать их. То смягчает жесткость речи. Не потому, говорит, сказал я, что щажу вас, но хотел бы властвовать над вашей верой, ибо вера – это дело произвольное. Произволение никого не понуждает к вере против воли. Но, почитая вашу радость, своей радостью, я не пришел для того, чтобы не вернуть вас печали, не опечалиться самому. Ибо я все делаю для вашей радости. И остался для того, чтобы только угрозой исправиться грешивших, и вам не причинить никакой скорби. То есть, ай-яй-яй, как сейчас. Ай-яй-яй. На Англию одна ракета, на Париж две ракеты. Ай-яй-яй, ребята. Ай-яй-яй. У нас их вон там еще куча. На Нью-Йорк три ракеты и так далее. Все посчитали, всем рассказали. А ракет нету. И сейчас там думают, правда одной ракеты она ходит? Правда. С кротостью беседует с ними, так как в первом послании довольно уже поразил их. Слова его значат следующее. Что касается веры, то вы в ней стоите. И я не имел причины жаловаться на вас. Но, впрочем, вы поколебались. Да что это такое? И если бы не исправились, и я восстал бы на вас, то и вас опечалил бы, и себе причинил бы печаль. Ну, смотрите, как интересно. Что касается веры, то вы в ней стоите. И я не имел причины жаловаться на вас. Но, впрочем, вы поколебались. Так, давай, Лена. Что? Что? Ну, рассказывай нам, ты же знаешь, что. Я тебе вопрос задала. Я не себе задала вопрос. Я тебе сейчас задаю вопрос. Вот вопрос. В вере они стоят, а впрочем поколебались. Согрешили где-то. Подклонились. Но веровали все равно, что Господь Спаситель. Умер за их грехи. Вот хороший ответ. Я сейчас ее хвалю. Так, кто обычно ее засеет. Видите, хорошо ответила. А вопрос, который она задала перед этим, наиглупейший. Меня многие спрашивают. У меня спросить здесь сейчас находится апостол Павел. Нормально, да? По учению Святой Церкви просто. Ты можешь ответить? У меня баптисты спрашивают, протестанты спрашивают, пятидесятники спрашивают. Они считают до сих пор, что в хранилище. Что ты сделала для того, чтобы ответить на этот вопрос? Из Библии, не стоя. Ну, что ты сделала? У тебя многие уже спрашивали, что ты сделала для того, чтобы ответить на этот вопрос? Я с ним беседовала, отвечала. Приводила места, что ли. Ну, какие вот? Вот ты приводила места, какие, если ты с ним отвечала? А, вон, что дело. Ты уже на подготовке такая вся стоишь. Ну, они интересуются. Ну, и какое место писания ты привела? Я про разбойника, я привожу место, что первый вошел разбойник в рай. Ныне же будешь со мной в район. Вот это вот основное, что можно взять из Евангелия. Ныне же будешь со мной в район. Они только на Евангелии. Ответов несколько на это, на толкование. Я хотела у тебя быть более подробнее. У Господа один день тысяча лет, а тысяча лет один день. Господь вошел в рай или нет? Тебе что, известно это? Если он вошел в рай, тогда и разбойник вошел в рай. Но он говорит, никто не предупредит умерших. Жития святых нам говорят, что видели в раю Адама и разбойника, а более, говорит, никого не видел. А толкование златоуста идет, что рай там, и разбойник вдруг там очутился, там птицы райские, и все, он такой ходит. Ну, он как бы показывает, как Господь милостив, как это все делается очень быстро. Только что ты был на кресте, испытывал страшное мучение, и вот ты уже как бы в небесных вратах. Но Библия об этом не говорит. Апостол Павел говорит, был в раю восхищен, в теле или в не тело, вот не знаю, но был до третьего неба. И в раю там написано, в раю конкретно, в рай написано слово. Но слово рай, Царство Небесное, Небесный Иерусалим, это все одно и то же. Но Господь говорит, не предупредит, через апостола Павла, мы не предупредим умерших. То есть, как бы, мы не умершие еще, а Господь раз, и мы живые, прям в теле, предстали уже там. Нет, 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 ну и там так не будет. А они там мертвы, пока там дух дыхни, пока там кости с жилами нарастут. Все будет одновременно, и вот все предстанут. Причем и те, кто праведники и неправедники. И все будут одинаковые. Вот в чем дело. А вот когда будут переходить реку огненную, тогда начнут меняться на той стороне. Праведники будут, как очищенные дуты, а эти будут, как головные обожженные. Это еще будет! Ну вот сейчас мы умрем, мы куда душа идем? Да тебе зачем это уже? Как? Неинтересно. Лен, ну нет этого в Библии. А чего нет в Библии, то мне рассуждается. Третий ездрый говорит в хранилищах Божьих. Вот есть такое понятие. И все. Ты еще спроси, какие они там, сколько этажей. И что это тебе дает? Вот что нам даст? Где наша душа будет? Нам надо определиться сейчас здесь, где она будет, в раю или в аду. Вот это зависит от Господа, опять же. Мы только должны стремиться к тому, чтобы попасть в рай. Поцелуем слова нашего брата Виктора Андреевича. Это именно так. Ты оттачивай свои стихи. Оттачивай. Прочитай дальше. Первый стих, второй главы. Итак, я рассудил сам себе не приходить к вам опять с огорчением. Слово опять показывает, что он и прежде был опечален. Впрочем, не сказал явно, вы и прежде огорчили меня, но другим образом я не пришел для того, чтобы опять не огорчить вас. Что, впрочем, имеет одну и ту же силу, ибо он потому опечалил их упреками, что они опечалили его грехами. Но для них было удобовыносимее. ну так, чтобы бояться издалека. Вот так удобно выносим. То есть, его нету, он не говорит проповеди, которые обличают, а совесть у них еще есть. Почему он и сказал, вера-то у вас еще есть, поэтому, а вот там, то, что вы в воскресенье не верите, слушайте не тех, на меня клевету эту, лелеете в сердце своем. Пришел кто-то, и вы уже к нему все устремились к этому лже-духу. Второй стих. Ибо если огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мной? Хотя, ну то есть, как обычно, вот поссорился ты с другом, и, ну, понятно, ну как бы, он не прав, и тебе охота с ним примирения, охота опять этих отношений, а он не вразумляется. И вдруг что-то случается, и ему требуется помощь, и он ее принимает, там, этот друг или заболел, или кто-то у него печаль какая-то, или у тебя и он сжалился. Ну и все, и вы примирились, какая радость будет. Забыли потом то, что было раньше, о чем, почему поссорились. Смерь хорошо примеряет пометование о ней и страх Божий. Хотя я огорчаю вас, говорит, упреками и негодованием о вас, но благодаря этому этому же и радуюсь, видя, что вы до того уважаете меня, что мое негодование и укрюки производят у вас скорбь. Ибо никто так не радует меня, как оскорбящий так при виде моего негодования. Это показывает, что он не презирает меня, он радует меня, потому что таким образом подает надежду на свое исправление. Ну то есть мы понимаем, что слова его справедливы. А вот евреи не могли воспринять слова пророков. И поэтому Господь пришел для того, чтобы спасти человечество. А столько законов было, 613 правил различных было к евреям. И их только исполни, этих 613 правил, и все, и ты прав пред Богом. И не смогли никто исполнить. Вот как мы сейчас исполняем. в чем смысл. Третий стих. Это самое писал я вам, да вы придя, не имейте огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. То есть одни мысли, одна душа в деле принятия слов Господних и исполнений. Для того он написал я теперь к вам, чтобы вы исправились и чтобы застав вас неисправившимися не имел я скорби от вас, которым надлежало доставлять мне случай к радости. Написал, надеюсь, что вы исправитесь и тем обрадуете меня. Какие были там чувствования невероятные. Моя же радость радость для всех вас. И сказал я, дабы придя не иметь огорчения, потому что имею в виду не свою пользу, но вашу. Ибо знаю, что если увидите меня радующимся, то будете радоваться, а если увидите меня скорбящим, то будете скорбеть. А апостол Павел он не такой был. Мы видим, как он приехал, и там все собрались, ночь уже, и дети даже, подростки, и они слушают его. Он, видать, такой интересный был рассказчик. Ну, дети, понятно, они не очень интересуются, поэтому упал. А остальные интересовались вокруг апостола. И потом, когда он уплывал, давайте помолимся, братья, ну, уплывает такой наш любимый отец наш духовный. И вот они на колени обнимают его, плачут, а почему? Ну, тогда какие-то перемещения были очень тяжелые. Во-первых, всякие разбойники, там, катаклизмы природные. Дойти надо было просто, а сердечный приступ никто не отменял. Четвертый стиль. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избитке имею к вам. Вот сегодня как раз читал о себе любви, прям такой какой-то прям вопль такой. Приди первый к брату, расскажи ему, что ты любишь его. Приди первый, первый сделай шаг навстречу, покажи, что ты любишь его брату. Но знайте, что если ты этот шаг делаешь, ну, показать любовь, то значит у тебя там была червоточина какая-то на брата зубки-то точил. А теперь ты идешь к нему показываешь любовь. Да как не было тоже. Но тогда какие вопросы вообще? Нет уж. Ну, то было у кого не было. Да, да, да. Я это дозаим. Поскольку сказал выше, что он радуется, когда они скорбят, то, чтобы не сказали, ты потому стараешься опечалить нас, чтобы самому радоваться, объясняет какие какие были люди интересные. Что он сам весьма скорбит, скорбит более, нежели сам и согрешающий. Да, не от скорби только, но от великой скорби, не со слезами только, но со многими слезами написал я. Ну, так, положа руку на сердце. Кто плачет о том брате, который тебя не принимает? Ну, кто плачет, да еще с многими слезами? Так, запиши себя, как ты плачешь. Я что-то не очень верю. Да? Ну, что-то не видно борозд у тебя под глазами. Нет, цветы плакали, у них борозд да, слез были. У них слезы были, а у уже нет слезы. А братья не знают, о которых ты плакаешь? Братья, о которых ты плакаешь, не знают, что-то они... Они не обязаны знать идеи. Главное, что я по крайней мере говорю об этом, что я не хочу. Ну, да ладно. Кто хочет? Посмотрим, это же все. Оно приходит человеку с духовным деланием. То есть печаль, сжимаясь, стесняясь сердце моего, подавляя его, и потому писала я подобно отцу, и одновременно врачу, который, производя над сыном сечение и прижигание, вдвойне скорбит и от того, что сын болен, и от того, что сам должен подвергать его сечению, но с другой стороны и радуется от того, что надеется на выздоровление сына. Ну, сечение, я так понял, это что-то типа операции, да, какой-то гмоник, как бы, растекать его сечение, потому что он по-другому, как отец, причем, он с мощной были тогда отцы, так говорит, и я оскорбляю вас, согрешающих оскорбляя, скорблю, но с другой стороны и радуюсь, когда вы скорбите, ибо имею надежду на ваше исправление, а он оскорбляет их, видите, он говорит, я вас оскорбляю, когда, ну, обличает и прямо говорит, я оскорбляю, на самом деле он же просто говорит так, что оскорбляет, он не оскорбляет их, но если ты согрешаешь, но человек-то в себе этого не видит, ему кажется, ну, много ли ты на меня наваливаешь всего, я так со стороны, оскорбляет, то есть, оскорбляет, оскорбляет, скорбь, корень, то есть, наскорбляет, причиняет? ну, конечно, причиняет неприятность у тебя, у тебя, ну, каждому человеку скажи, никто не хочет, вот сейчас любого спрошу, никто не хочет быть виноватым, любого спрошу, никто, принести столь к человеку, печаль, неприятные эмоции, печаль, печаль доставить, любого сейчас спроси, все хотят, чтобы ему оказали милость, все хотят, чтобы его любили, даже бандиты там, даже Гитлер, у него была Ева Браун, у него была собака Блонди, все об этом знают, он любил их действительно, а Гитлер уж куда говорит, Гимлер даже, Гебельс, Чикатило, у него жена была, любила, любила его тоже, до конца не верила, не, не, чтобы огорчить вас, следовало бы сказать, но, чтобы исправить, однако, видите, тут об этом, как-то есть, однако не говорит всего, а услаждает речь, желая привлечь их уверением, вот это вот и есть привлекательность привлекательность в лидере, в духовном лидере невероятно, как нужно, какую привлекательность, не знаю, я до этого не доживу, что он любит их более, нежели других учеников, и что если огорчает их, огорчает по любви, а не по гневу, и часто многие нам говорят, да ты же злой, ты гневаешься, ты злой, ты бесноватый, ты все делаешь, что только у тебя там, ну хорошо тебе было, а другим плохо, плохо чтобы было, и апостол Павел, поэтому такой, ну я видите вас, хочу вас скормлять, не хочу там, давайте вы сами исправьтесь, я уже приду тогда все, а то я ракету одну, вторую, третью могу, у меня этих ракет куча, господи, и они его понимают, самое главное, вы понимаете, они коринчане, его поняли тогда, поняли, вот, исправили, исправили, ибо то знак, величайшей любви, что я оскорблю о ваших согрешениях, Игнатий Тихонович, приеду 10 октября, до 10 октября, быстренько собирайте ваши грехи, но батюшка только 12 прилетает, не успеете, готовьтесь, суббота будет, батюшка, молитесь, и спешу делать, и все дружно приходите, спешу делать вам выговоры, и тем огорчать вас, выговорите, если бы я не любил вас, то оставил бы вас без врачевания, представьте себе, я просто один момент скажу, и все, закончу, они, это второе послание, а в первом послании, второе послание, а первое послание, там у них, духовный лидер, блудник, который живет с мальчикой, ну как бы мама его вторая, и они знают об этом, и он их называет, возлюбленный крестом, братья, вы понимаете, как мы должны трогательно друг к другу относиться, ну у нас такого вообще, ну не просто нет, у нас появился один, мы до сих пор его упоминаем, он там подпрыгивает, бедняга, целый канал составил, там Игнать Тихнача поливает, ну и все в общем, ну и так далее, почему, ему не нравится, а его где, осадили-то уже, только, ну как бы, в самом начале, а это-то долго у них продолжается, и они его терпят, все нормально, они не видят в этом греха, а мы-то видим, то есть, значит, мы на сколько духовный-то выше, а? Да, теперь, Абонир, спасибо, Христос, Брат, Слава Богу. Не надо пригласить, привезите явное, делание Христосово. Что? Зовет вас. Вас надо пригласить на улицу, Да пускай побудет, брать-то немного, куда вы его? Привезли-то материалкой. Надо разгрузить. Так, ну, оборящих надо... Что? Иди, помоги. два раза, два раза. Два, ребята, набрось только что-нибудь, у тебя нормально. Помогите разгрузить, кого? Мишу, он тут, он убирает постоянно, вы не видели, сколько он трудится, целыми днями. Так, итак, Людмила Степановна, у меня...